привет друзья у меня закончилась только что консультация я решила сразу записать это видео надеюсь что это будет полезно не только вот женщине которым у нас сейчас закончилась работа у кого-то возможно из вас сейчас вы в отношениях и все мы знаем что когда мы выходим замуж или вступаем в отношения с мужчиной мы дополнительно получаем отношения еще с одним человеком это мама супруга этой свекровь и достаточно часто бывают сложные отношения между двумя женщинами я искренне поздравляю тех из вас у которых замечательно сложились отношения с вашей свекровью или например поздравляю тех из вас то сейчас является либо свекровью либо тещей и вы смогли наладить контакт с молодым поколением вашей семьи но я сейчас хочу дать подсказку на тем девочкам женщинам которая уже находится в отношениях или строит отношения вот чего я рекомендую избегать и что делать и так вы вошли в новую семью вы стали частью новой семьи замечательно как вы будете обращаться к женщине мама по имени и отчеству на вы ну я не знаю собственно не это меня совершенно не волнует я считаю что это ваши уже ваше право принимать решение что вы там хотите делать я лишь хочу дать 5 основных пунктов на которые я рекомендую настойчиво обратить внимание для того чтобы ваши отношения в семье были комфортными в первую очередь для вас ну и конечно же для всех чинов семьи и так первый пункт номер один это уважение уважение к женщине которая родила и воспитала для вас вашего мужа в чем проявляется это уважение уважение проявляется не в том как вы к ней обращаетесь а уважение к тому что вы понимаете что у нее может быть ее собственное мнение которое отличается от вашего ваша задача понять и принять для себя что она имеет полное право иметь собственное мнение что вы будете дальше делать с этим мнением и как вы это будете делать это уже следующие шаги но вот изначально очень важно понимать что она не дура она не какая-то там всякие нехорошие слова у нее есть мнение которое не совпадает с вашим и вы обязаны это мнение уважать я сейчас не говорю следовать ему но уважать и понимать что она будучи взрослой женщины имеет право иметь это мнение пункт номер два границы ну во первых это уважение к самой себе уважение к своей личности и уважение к своей территории поэтому как только вы входите в семью вам нужно четко понимать какие вы границы строите отношениях я и моя свекровь как далеко вы готовы разрешать свекрови заходить на вашу личную территорию какие вопросы вы готовы с ней обсуждать где вы готовы ей давать возможность какие-то вам давать советы исследовать каким-то ее я не говорю указаниям но рекомендациям то есть определите сначала свои личные границы и определите границы своей пары ваши границы ваши отношения с вашим мужем что вы разрешаете на первом этапе как только вы воздете в эту семью определить определите границы куда можно заходить со своими советами вашей свекрови когда женщина говорит о том что свекровь без стука входит в их спальне даже тогда когда у нее какие-то интимные отношения и она не считает даже необходимым извиниться за это вот здесь очень важный вопрос как вы изначально проговаривали отношения со своей кровью где вы строили свои границы умели ли вы их построить умели ли вы объяснить мужу где границы вашей жизни ваших отношений и первое это уважение второе границы ваши личные в третье это границы вашей пары границы вашей семьи пункт номер 4 никогда не давайте своему мужу советы как ему поступать со своей мамой даже если ваш муж пришел к вам и рассказал какую-то ситуацию в которой он сейчас попал со своей мамой и просит у вас совет как бы что вы подскажете ваша задача выслушать и сказать ему я знаю что тебе сейчас что там больно сложно неприятно ну какая там эмоция но я знаю что ты умный и я знаю что ты сам найдешь правильное решение в этой ситуации со своей мамой я в тебя верю . не давайте никаких советов не давайте никаких рекомендаций у мужчины были была своя жизнь и своя культура отношений с мамой до встречи с вами как-то же он умел эти отношения простраивать вот дайте ему эту возможность и дальше строить отношения как он умеет пятый пункт звучит он несколько странно но уж так звучит замените один треугольник на два дуэта что это значит ну вот если мы представим взаимоотношения да вот это у нас может быть мужчина женщина и мать мужчины то есть муж жена и свекровь мы получаем треугольник и очень часто если мы рассмотрим вот эти системы взаимоотношений людей в этом треугольнике то роли распределяются наверняка вам известна эта теория треугольника каркмана это жертва преследователя спасатель следует отметить что роли людей в этом треугольнике могут постоянно меняться если в какой-то момент вы будете себя чувствовать жертвой свою свекровь преследователем а муж спасателем то вполне может ситуация развернуться другим образом когда ваш муж будет жертвой вы будете преследователем а свекровь спасателем или наоборот вариаций множество это самая непродуктивная система взаимодействия поэтому как только вы почувствовали что вы попали вот в этот треугольник вы начали постоянно какие-то начали возникать эмоциональные ситуации конфликты скажите себе стоп где я сейчас нахожусь и ваша задача создать вот этот треугольник разбить на два дуэта первый дуэт вы и ваш муж второй дуэт муж ваш муж и его мама я осознанно не называю дуэт вы и свекровь хотя вы можете сделать и такой дуэт когда я говорю о том что вы умеете четко простраивать свои границы еще раз я никоим образом не призываю вас игнорировать эту женщину никак потому что это часть жизни вашего супруга это может быть бабушка ваших внуков и замечательно если отношения будут хорошими и эта женщина будет мудрая и будет понимать вашу роль в жизни своего сына но у жизни бывают разные ситуации поэтому еще раз разделите возьмите этот треугольник на два дуэта первый где ваш вы и ваш муж и второй дуэт ваш муж и его мама дайте этим дуэтом жить свои собственные жизни не давайте возможность этим дуэтом пересекаться чтобы они опять стали треугольником то есть ваше отношение с мужем это ваше отношение с мужем его отношение с мамой это его отношение с мамой вот если вы проанализируете отношения со своей своей кровью на текущий момент как я уже говорила ранее замечательно если у вас хорошее отношение но если вы какие-то периодически возникают какие-то конфликты просто сядьте и подумайте где вы сейчас находитесь сумели ли вы построить границы сумели ли вы выйти из этого треугольника или вы по-прежнему находитесь внутри этого эмоционального взаимодействия я свекрови мой муж ну вот так я надеюсь что эти мои мысли были кому-то из вас полезны почему я на эту тему говорю потому что например я сама уже делающая у меня есть зять и я прекрасно понимаю что молодая семья видит мир совсем по-другому и я сама для себя строила границу куда я могу или куда я разрешаю себе ну как бы проявить инициативу и там что-то спросить или какие-то темы для себя табу более того я очень мягко спрашивала и дочь и зятя комфортно ли вам если мы там какие-то такие вопросы решаем или эти вопросы решаем понимаю что у них есть свой мир свое собственное взаимодействие куда мне не следует заходить это не моя территория поэтому буду рада если это вы примете подсказки и в свою собственную жизнь и если вы опять же как я уже сказала либо вы свекровь либо теща тоже подумайте как вы помогаете как вы взаимодействуете со своими детьми ну вот так до встречи пока а